20 июля Московский районный суд города Твери в зал судебных заседаний под конвоем заводит 27-летнюю Кассандру. Она прячет лицо от камеры. На воле остались двое маленьких детей. Но это не помешало Кассандре пойти на преступление, пока она в статусе подозреваемой. Кассандра, вы хотите сказать что-либо? Где мой адвокат? Какое вы имеете право меня снимать? С разрешения судьи. А зачем вы обманули женщину? По версии следствия, две женщины под вымышленным предлогом проникли в квартиру потерпевшей, откуда совершили хищение денежных средств и имущества, причинив последний значительный материальный ущерб. С учетом тяжести инкриминированного деяния, характера преступления, а также личности подозреваемых, прокуратура района ходатайства следователя поддержана в полном объеме. Они еще в настоящий момент рассматриваются судом. Вторая женщина, которая говорит заместитель прокурора московского района города, мать Кассандры, 59-летняя Фаина. Ее тоже ввели в зал суда под конвоем. Не даю интервью. А? Не даю интервью. Не даете интервью? Вы работаете где, скажите? Я пенсионерка. Пенсионерка, да? Работали? Да. А кем? ВП. А? ВП. ВП, да? ВП. Вы вместе с дочерью своей действовали-то, да? 51-й. Знаете уголовный кодекс, да? Предоставили такую возможность. Подозреваемых задержали сотрудники управления уголовного розыска. Жертвой мошенец стала 85-летняя пенсионерка, которая лишилась 60 тысяч рублей и золотых украшений. Цыганки попали к ней в квартиру под видом соцработниц. Рассказывая хозяйке о мнимых социальных выплатах и обещая помощь в оформлении продуктовых наборов, злоумышленницы даже делали вид, будто записывают информацию в блокнот. В процессе беседы одна из фигуранток, отвлекая внимание хозяйки, увела ее в другое помещение. Этим воспользовалась оставшаяся в комнате сообщница, которая похитила спрятанное в шкафу денежные испережения и четыре золотых кольца. После этого обе незнакомки спокойно покинули квартиру. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили маршрут движения и задержали подозреваемых, которые перемещались на автомобиле под управлением их сообщника. В полиции фигурантки сознались в содеянном. Похищенные деньги и имущество изъяты. Как пояснила одна из них, в квартиру пенсионеров она легко нашла деньги, зная, что пожилые люди, как правило, прячут сбережения в одних и тех же местах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие по делу продолжается. Полицейские не исключают, что на счету задержанных несколько преступных эпизодов. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Продолжение следует... Продолжение следует...